Вот так-то. God of War 5. И что дальше? Даже 6 уже получается. Будет. Нужно многое сделать. И в God of War 6 Кратос становится... Многое восстановить. ...новым всеотцом. Как мы все сюда попали? С помощью вашей, твоей подруги с волком великаном, и удивительным талантом Валькирии к перевозке достойных, мы смогли доставить выживших в рощу Хадимира. Выживших много? Больше, чем мы надеялись. Мы занимаемся ранеными. Остальные разбивают лагерь в глубине рощи. Может, Фрейр все-таки... Боюсь, что нет от Рэй. Ясно. Не, ну вы что, серьезно, что ли? Еще и Фрейр выжить должен был. Ну хоть не... Тебе сильно досталось. Ну это была бы совсем сказка, если бы еще и Фрейр выжил. Как вы поймите правильно? Какие вы все... Ладно. Убил бы за шансы посмотреть. Какие... Как красиво! Никто Одина не мог убить, зато Валькирии таки. Я бы убил огну. Ну, Валькирию главное. О! Труд. Труд! Локи! Я так рад, что вы уцелели. И еще я хочу сказать. Я вам соболезную. Тор... Он был... Он... Попытался. Жаль, что я не смог сделать больше. Вашу скорбь ничем не сгладить. Но... Надеюсь, мысль о том, что Одину конец, хоть немного радует вас. Да, весьма радует. Локи. Сражаться вместе с великаном большая честь. Вау. Знаю это. Вы останетесь в Мидгарде? Недолго. Потом мне нужно кое-что отыскать. А я помогу Хельдисвиньи переправить остальных асгардцев в Банахи. И обустроиться там. Надеюсь, там они смогут начать все заново. Как и вы. А... Труд. Надеюсь, ты найдешь то, что будешь искать. Удачи. До встречи, Локи. Береги себя. Ух, какой добрый, щедрый такой диалог, обмен рэпик. Немного. Так, пара царапин и вычерпан. Ладно, займемся и не позже. Ну, анимация, конечно... Чепуха. Анимация, конечно, у... Сигран прибил к себе тупые клинки. Так себе. Согласитесь, для ААА там анимация очень такая своеобразная. Нет, я знаю. И это забавно, конечно. Что такая анимация? Так, кто дальше? Тут, по сути, будет диалог с отравимом каждых персонажей. Дальше мы узнаем, что... Один из воронов Одина выжил. Ха, Хугин. Хугин. Повезло. Вот, как бы, занятно. Сразу многие строят теорию, что из-за этого значит, что и Один, типа, не до конца умер. Ну, действительно занятно, зачем мы еще его ставили. Она очень радуется. Будет замечательно. Если мы узнаем... О, Локи. Рад, что ты меня не забыл после того удара по голове. Это же тебя ударили по голове. Все как в тумане. Может, это кто-то другой был? Ну, ладно. Слушай, я так рад тебя видеть. И я рад, что ты цел. Похоже, ты очень занят. О, я просто хочу быть полезным. Скоро всем будет на чем спать, а твои друзья-волки очень помогают с охотой. Думаю, еды для всех достаточно. Да ладно. Серьезно. Да. И спасибо тебе за все. Без тебя и твоих друзей нас бы тут не было. Прости. Я рад, что ты цел. Но надо убедиться, что и папа тоже. Да-да, иди, найди его. Так, ну, Скюльт, как бы, опять же, раз уж мы завершаем. Я так понял, Скюльт это как персонаж, который будущий король данов. Ну, неких прародителей скандинавских там стран. Ну, текущих. То есть, такой, не знаю, ну, можно ли его сравнить с Рюриком для нас. Ну, типа того, допустим. То есть, некий первый такой король-правитель. Вот. Так, Лунда. И два эльфа, которых я, честно, не помню. Не выпись. Да. Рюргвер. Перед встречей я думал, что увижу воина, гениального стратега, прирожденного вождя. Слава бежала впереди него. Но сам он оказался совсем другим. Но все равно мне понравился. Он был просто невероятно добрым. А он был еще и симпатичным. Точно. К тому же, очень обаятельным. Хватит, а то я из-за вас сейчас опять разрывусь. Извините. Мне надо найти отца. Береги себя. Да, давайте. Ну, Фройер, действительно, как по мне, не хватило немножко его в сюжете. Когда загорелся в кисло, нет. Вообще-то, если я правильно помню, именно ты сама его и подожгла. Я же не нарочно. Откуда мне было знать, что он так легко загорится? Ты серьезно? Может, не стоило хвастаться зачарованными мехами так, что искры повсюду летели? Забавно. Вот этот диалог, мне кажется, даже лучше. О, Фройер. И ты тут? Ты очнулся? Хорошо. Фройер. Он сделал выбор. Я не хотела этого изменить. Он всех спас. Я этого не забуду. Я думала, у меня есть семья, но ее отняли. Зато я обрела покой в семье, которую выбрала сама. Знаешь, твоя мама была права. Ты все же дорос до этого лука. Ты выдающийся воин. Но что самое главное? У тебя доброе сердце. Никакие испытания этого не изменили. Ощущение, что этот кусок сделали позже. Посмотрите на Лепсинг. Он сильно проще. Мне надо найти отца. Ступай. Очень странно. А так, ну, такой финал. Типа, что она простила Забальдера. Отдала эту Амелу. В общем, вроде как все хорошо между ними. Чуть ли не сыном его назвала, по сути. Так, Хелисвиня и Мимир. Ох, ну и напугал ты нас. И я рад тебя видеть, Мимир. Слушай. Я хочу сказать спасибо. А, ну а чего еще ты ждал от умнейшего из живущих? Спасибо не только за твой ум. Ты меня слушал. Ты меня учил. И, словом, ты мне практически как второй отец. Парень. Нет. Я хочу, чтобы ты знал. Я очень тебе благодарен. Я тоже тебя люблю, братец. До встречи, Мимир. Рад снова тебя видеть, Атрей. А я тебя, Хелисвиня. Ну да, с Хелисвиней не особо тут не поговоришь. Вот с Мимиром прям душевно. Но обнимашки, конечно, с Мимиром не получится, к сожалению. Но... Душевный диалог. Все ванахи им идут? Думал, что увижу, как ванны и асы станут царатниками. Какой высокомерный оптимизм. Да, пожалуй. Мы предложили им приют. Но сомневаюсь, что все наладится так уж быстро. Ну, есть к чему стремиться. Все так. Ха-ха. Хельисвиня такой, не совсем уверен, что все будет идеально. Ну, наверное, пожалуй, он как раз более-менее реалистичный. Ага, фангробода. С Фендриром. Может, позже найдем тебе угощение. Ладно. Теперь я. Или с Фендриром. Ух. Может, однажды я тебя подловлю. О. Зато смог удивить. Ммм. Ты был в хороших руках. Ммм. Ммм. Спасибо, что спасла нас. Я решила, будет лучше, если сама напишу концовку. Окей. Ну... Ты ведь еще не сказал отсюда. Он еще нам не сказал. Брось. Видение великанов. Я уже видела. Понимаю. Я твержу себе, что должен это сделать. Но... Просто... Не знаю, как сказать. Идем со мной. Хочу кое-что показать. Вам. Обоим. Я... Я не хочу мешать. Это и для тебя. Моноты перешли уже. Блин, Атрей такое лицо просто такое. Что происходит? Что я наделал? Так, нас вернули за кратство. Ага. Я рад, что ты цел. А я рад за тебя. Итак, все целы. Ну, в целом. Волки сыты. Даже большой наш волк. Фенрир. Ну... Так чем кончилась та история? Что? Перед Рагнарёком. Ты обещал рассказать позже, если я усну. Действительно. Когда смерть пришла, то спросила, зачем старик её позвал. Взглянув на неё, старик понял, что поторопился со своими пожеланиями. И попросил смерть, чтобы та помогла ему закинуть поленье за спину, и он мог продолжить путь. Он не был готов умереть. Он хотел продолжать жить. Да. Я говорю, это про кратство. И концовка, конечно, специально сделана сейчас. Чтобы изменить наши ожидания от финала этой игры. До сих пор не могу понять до конца. В 2018 действительно был план всё-таки убить Краца и как-то его возродить. Или нет? Как вы знаете, есть ранняя версия. Первая сценария, где Краца умирает в первой же битве с Тором. И... Ну... Где-то 20 лет проходит. Когда Асгард пал, два обломки разлетелись по всем мирам. А, это Асгард, да. Возможно, где-то там остались выжившие Эйнхири. Обломки. Я привела вас сюда вовсе не за этим. Да, обломки Асгарда в разных мирах. Тоже их можно поисследовать. Есть для этого все основания. И вот для меня, действительно, загадка. А Агарбот немножко сбила. А действительно ли Краца должен был выжить при любом раскладе в сценариях? Или всё-таки реально разработчики писали историю под то, что всё-таки он закончит свой путь? Ну, в любом случае, в текущих условиях это не имеет значения. В текущих условиях время для последнего, как-то, ну, вы понимаете, да? Последнюю тайну узнать. Мама? Мой храм в Йотунхейме. Она его разрушила. Чтоб мы не знали свою судьбу. За неё мы выбрали свой путь. Она пошла против своего народа. Нашего народа. Чтобы защитить вас. Это всё да. Зачем? Я вот ещё раз больше рот говорил. Не все отрываются. Прости. Есть одна проблема. Она специально подобрала деревья, чтобы их спилил Кратос в начале 2018. И их обнаружил Бальдер. Специально. Она выбирала деревья. Это не была ошибкой. Это очевидно. Я хотел с тобой поговорить. И вот эта неувязка делает у меня ощущение, что Лауфей поменяли роль. После 2018. Я должен их найти. Я должен найти других хериканов, говорит Татарай. Я даже знаю, где их искать, но... Других мифологиях. Это только моё время. Я должен идти один. Я не хочу идти один, но... Я должен. Трудно объяснить. Тебе страшно? Да. Вот поэтому и пойдёшь один. Как ты учил? Да. Мы ещё живы, потому что ты выбирал. Кто враг и кто друг. Это, конечно, круто. Не, правда, приятный. Приятный такой. Наш уговор. Момент. Локи уйдёт. А Трей... А Трей останется. Ух. Две игры мы прошли с Атроем. Это реально... Мощный момент. И учитывая, что в каком-то из вариантов он не должен был вообще быть 2018. Были варианты же такие. Так что... То, что у нас есть сын. То, что две игры мы с ним. Береги остальных. И то, что, скорее всего, ему ещё игру отдельную сделают. И мы уже видели. Геймплей за него поиграли. В общем, впечатляет, конечно. Развитие. Серии. Не уверен, что она пошла по тому пути, по которому я... Ну, это я немножко... Скажу вам. Неразборчиво скажу. На мой взгляд, всё-таки... Не совсем по тому пути пошёл God of War. Но тут, как говорю... Посмотрим. Всегда можно выправить, так сказать... После игры, которая, на мой взгляд, не такая удачная, как предыдущая. И трилогия основная греческая. Ну, тем не менее. Я здесь ещё в разборе говорил, что... Говорят, что слева скала, это лицо Лауфей. Вот слева можно взглядеть женский лиг. Кратос смотрит со спины, а не лицом на нас, как обычно. То есть, как в греческих частях. Ну и... Тут Атрей. Ангробода закрыл Кратос. И Атрей со всеми прощается. То есть, не только с Кратосом. Со всеми. С Ангрободой тоже. Потому что, скорее всего... Он куда-то туда убежал. Но, по сути, он ушёл из этой скандинавской мифологии в другие. То есть, такое метафорическое и физическое одновременно действие. Тоже, конечно, забавно. Очень сказочный. Сказочный приём. С Лауфей мы уже с вами поговорили кратко. Почему, на мой взгляд, ей изменили роль. На мой взгляд, она хотела битвы с Одином. И она видела судьбу Кратоса. И, наверное, главный клиффхенгер должен был быть как раз в том, что Кратоса оживал снова. После того финала. Но как? Это уже вопрос, который только разработчики знают. Которые делали наброски первые. Опа. И вот тут нас ждёт ещё один. Да, рисунок. И он посвящён уже Фербауте. Но тут в Фербауте именно Кратос. Нигде, конечно, нет никакой надписи имени его. Но это Кратос. Он прибывает на корабле. Он отправляется в Йотанхим с сыном. Сражается с Тором. И в конце, вместо того, чтобы умереть... Вот видите... Силуэт Тора с правого внизу. Нарисован как статуя. Как верховный бог. Которому приносят дары. И Кратос очень расчувствуется из-за этого. Потому что, оказывается, всё это время он... Мечтал о том, что к нему будут положительно относиться. Никогда бы не подумал. Я думал, он просто хочет быть со своей женой. С любимыми людьми. Путь. В будущее. Его история. Новая. Вот так-то. Года Фор 5. И что дальше? Даже 6 уже получается. Будет. Нужно... Многое сделать. И в Года Фор 6 Кратос становится... Многое восстановить. Новым всеотцом. Хорошим всеотцом. Не Одином. Вместе с Фрейлей. И со мной. И Мимир. Да. Мы справимся. Вместе. Сказочный финал. Года Фор. Рагнарёк. Скажу откровенно. Когда я первый раз проходил, я удивился и побежал смотреть, что там. Нет ли там каких-то секретов. Вдруг я что-то упустил. Но нет. Там ничего нет. Поэтому мы не будем снова идти туда. Будет играть эта музыка. И сейчас пойдут титры, как в 2018. И на этом все. Ну, там будут дополнительные сюжетные. Но в целом это все. Креативный директор Кори Барлак в этот раз. Глава студии Юми Янг. Геймдиректор Эрик Уильямс. Чат Хокс. Главный продюсер. Главные люди, стоявшие за этой игрой. Сценарий, да. Матс Офус. Ричард Загнгранда Гаубер. Главный писатель, так сказать. Ну, смотрите, сколько людей писали этот сценарий. Очень много. И, конечно, они его правили нещадно. Очевидно, они правили его нещадно. Я не хочу ничего плохого сказать. Но он просто, ну... Чувствуется, что люди работали и доделывали. И в попыхах некоторые вещи убирали. Меняли. Прямо очевидно, что и разработчики анимации некоторые сырые. Как мы видим, Джейсон Макдональд. Директор по дизайну. Все еще работает с Санта-Моника. И главный уже. Скорость Джейсона Макдональда. И вспомните, трофей в первом году Фори есть. Пройти игру за 5 часов, что ли. Так что вот он. Он на месте тоже. Как и тут... Как видим, тоже много народу. Таких прям ярких имен пока не вижу. Так. Встречаю тут, кстати, и, так сказать... За неимением лучшего слова славянские имена и фамилии. То есть, ну, чувствуются родные там имена и фамилии. Периодически проскальзывают. Можете тоже, если как-нибудь будет интересно, обратить внимание. И действительно, они есть. Работают люди с Санта-Моника. Вот, Вадим Слюсарёв, например. Фрея, не стоит ли поговорить о Гна? Стоит, видимо. Нам просто надо её найти. А, окей. Один же сделал её новой королевой Валькирией. Богиня Ванов, твоя подруга. Да. Гна давно присягнула на верность Асгарду. И дружба сразу прервалась. А, так вот оно как-то работает. Я сделала выбор, который она не смогла принять. Угу. Кратос. Она меня ненавидит. У нас с ней будут проблемы. Ладно. Может, лучше нам найти её первыми? Степан Боев. Вот, тоже можете видеть. Ну, короче, Фрея говорит. Найдём Валькирию Гна. Её бывшую подругу, которая новая королева Валькирией. Вместо Сигрун. А до этого вместо Сигрун была Фрея. Короче, надо убрать последнюю Валькирию. Потому что Христ и Место уже убрали мы. Остальные все верны. Но вот Гна точно не будет верна. Так что надо с ней разобраться. Вот такие вот дела у нас. Так что на повестке остаются просьбы. Наполнительные там. Ну, для СД трофея смотреть просьбы. Разрывы, Вороны. Чё ещё? Ну, соответственно, Берсерки и Валькирия Гна. Если всех их пройти, то... Там игра... Можно и трофей выбить, и, в принципе, пройти всю игру. А... А теперь выбьем за нашего здоровяка! Скальп! Скальп! Скальп. Так. И, собственно, это можно делать на любом уровне сложности. Поэтому я сразу не без всяких, но скажу, что если у меня не пойдут после завершения вот финала... О, Бруно Веласкес. Тоже известное имя. Директор по анимации. Так вот, если не пойдёт на боги войны, у меня, особенно Валькирия Гна окажется самый сильный противник, насколько я понял, из всех из них. Я могу спокойно поменять уровень сложности, о чём я, конечно же, скажу заранее. Потому что на трофей уровень сложности не влияет. На получение трофеев это не влияет. Можно пройти хоть на самом низком. Но, я думаю, как бы посмотрим. У меня есть ощущение, что если мы прокачаем оружие и броню, то никаких проблем с победой над берсерками у нас не будет. Ну, может быть, только с последним, с королём там. И, опять же, с Валькирия Гна. То есть, я думаю, часть из них хотя бы на боги войны мы сможем вложить. Так, какие впечатления от игры? Ну, я вроде всю игру, в принципе, говорил, что что-то мне не нравится, что-то нравится. В общем и целом, не та игра, которую я ждал. Я ещё, когда прошёл, сразу написал, что я ждал не этой игры. Я вам рассказывал, что, на мой взгляд, она порезана и сделана не совсем так, как планировали даже сами Sony Santa Monica. По итогу, надо делать что-то в другой мифологии. Ну, давайте, я пойду вашего мужа у Белодина, если что. Ну, вы и сами это видели. Точнее, твоя дочь, точно. Так вот, что по игре? Не та, я писал, что не то, что-то не то. Как бы многие блогеры, кто занимается серьёзно Годов Вор ещё с 2018, отмечали, что что-то не то. Но 2018, на самом деле, очень интересно сделало, как некую затравку. Потому что после неё очень хотелось ещё, согласитесь. Один сон с Тором чего стоил. Очень хотелось ещё. Может быть, это была не великая игра, но она была по-своему взрослая, серьёзная. Ставила серьёзные вопросы и всерьёз хотела, ну, после неё хотелось узнать очень много ответов. Может быть, даже слишком много серьёзного она поставила на себя. Дорогая Фрея, ты нашла изменницу Гна? Ещё нет. Но скоро. Ещё кое-что. Прими наши соболезнования. Из-за чего? Из-за твоей семьи и брата. Мы не хотели вмешиваться, сестра. Это было в прошлой жизни. Память лежит в руинах. Я удивлена, что хоть что-то осталось. Жаль, я об этом не знал. Я бы понял, что сделано, то сделано, милый мир. Спасибо за добрые слова. А, то есть есть целый диалог из-за того, что мы выполнили это задание. Потому что я это задание не выполнял в прошлый раз, когда проходил этого диалога. Честно говоря, он выглядит странно. Но, ну, как бы, окей. Прикольно, что они вообще додумались до этого. Типа, добавили сюда просто, ну, это было не обязательно, по сути. Но они это сделали. Тоже интересный момент. Лиз Барлоу. Смотрите, вот дверь и за ней, как бы, все. Финал, да. Ну, нам уже подсветили. Я бы сказал так. Ну, God of War Ragnarok, на мой взгляд, если бы не первая битва с Тором, то эта игра, ну, я бы сказал, прям, совсем была бы плохой. А так, нормальная игра, не отличная, нормальная, с плюсом, как бы, 4 с плюсом, даже, наверное, да нет, наверное, просто 4. Как в школе, знаете, система оценок просто четверка. И я рад, что она вышла. Я рад, что мы ее прошли. И я рад, что на самом деле они закрыли историю. Может быть, у меня остались какие-то недовольства того, как они что-то поменяли и так далее. Но радует то, что они все-таки доделали то, что начали. И это открывает нам возможность для следующих частей в других мифологиях. Мне кажется, скандинавскую мифологию надо, раз уж вы закончили, то закройте ее и начните делать другую. Вот. Ragnarok окончен. Однако, в кратце, в фрейме мира, впереди еще много дел. Будешь расставить по уцелевшим мирам в поисках осколков Гаттгарда. Испытывайте себя в горнеле мозг Хильфейма. Ищите грозные души берсерков. Выполняйте просьбы друзей и союзников. Вперед, настоящие приключениями, испытаниями и загадками. Рататос готов предложить вам новость на Эггдрасиль для путешествий между мирами. Все. Это финал. Официально. Теперь все, что мы будем делать, это дополнительно. Исправить сло. Да. Да, можно обломками заняться сначала. Давай спустимся в фрейм. Почтить память Брока в таверне Рэба в Свартальхейме. Да, похороны Брока. Пасть бы туда. На самом деле, две действительно важные темы, которые стоит сделать заранее. Ну, в первую очередь после финала. Это, да, похороны Брока, конечно же, в Свартальхейме. И это осколки Асгарда в разных мирах. Потому что там есть кое-кто важный из персонажей, кого мы очень давно хотели найти. Опа. Прелестно. Кратце так не умеет. Так, нам налево. Давайте сюда. А, нам даже не так. Да, вот сюда. Ну, можно убрать, на самом деле. Фрей, пойдем, доедем. Врат. И там, я, собственно, думаю, мы дальше подумаем. Ну, в Свартальхейм, скорее всего. И после Свартальхейма пойдем искать обломки Асгарда. Хельдисвинн рассказал мне о том, как вы заручились помощью армии Хельхейма, но отчего ты не стал вдаваться в подробности переговоров с Крёсфельдом. Ага. Да. Понятно, почему он не захотел об этом рассказывать до того, как увидел, что мы выжим. Мир, что именно ты пообещал большой птице? А, да ничего такого. Она просто хочет... На покой. На покой? Орлица Хеля и на покой? Разумеется. И не спрашивай, чем она будет заниматься. Варианты тебе вряд ли понравятся. Разве она вообще может оставить Хель? Видимо, да. Ей нужен отдых. Кто-нибудь другой займет ее место и будет воплощать Хель. Вряд ли на ее место найдется много желающих. Да. Ужасная погода, никакого отдыха, постоянная угроза, случайно учинить во всех мирах страшную беду. А если тебе еще и не доверяют полностью? Но если она уйдет, а замена не найдется. Наступит настоящий хаос. Значит, ищем замену. Не стоило спрашивать. Вообще, моя версия такая. Они хотят сделать новую игру с Кратосом в скандинавской мифологии. И новую игру с Атреем. Ну, вероятно, скорее всего, в египетской, в первую очередь. Потому что ее изначально хотели даже для Кратоса. Не знаю, как это примем мы, поклонник Сирии. Я скорее был бы рад тому, чтобы Кратос попал в Египет. Но я подозреваю, что он там окажется, так или иначе. Так. Что Лунда? Ну, давайте. Что стряслось? А, ну да. Окей. Ну да. А, похороны викингов. Как раз, да. Неплохо ты потрудился, врагнарёк. Жаль, я не видела, как мы с Синдри разобрались с Тором и Одином. Все было не так. Может, и не так, но... Мне нравится это воображать. Самое главное, что Один сполна заплатил за то, что сделал с Броком. Знаю, это ничего не исправит, но... Все же. Привет, Лунда. Привет, богиня. Эм, насчёт твоего брата. У меня не было шанса сказать. Я знаю, в такие моменты принято выражать соболезнования, но... Я всегда знала, что этот красавец далеко пойдёт. Что однажды он совершит нечто великое. И я просто... Горжусь тем, что теперь все в девяти мирах тоже это знают. Я... Спасибо. Не за что, госпожа. Да, фраер классный. И его было маловато, конечно, на мой взгляд. Ну ладно, пойдёмте. Вот нам выдали, собственно, задание по хана викинга. Это про Брок как раз. Ну, отправимся в Свартельхейм тогда уже вместе с фраей и... Мимером. Для этого вот сюда... Ну, сейчас мы это, собственно, сделаем. Свартельхейм. 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 Субтитры сделал DimaTorzok